всем привет это ролик про то как выбирать участок под строительство загородного дома но мало ли вам надоели квартиры и вы решили перебраться на природу поехали итак чтобы долго не рассусоливать сегодня будет 15 пунктов по которым вы будете определять подходит вам участок или нет но по крайней мере вы сможете на них сориентироваться пункт номер один удаленность от города и инфраструктура которая присутствует здесь на что следует обращать внимание например у вас дети и вам нужно водить их в садик или в школу так вот когда вы в 50 километрах от города садик в городе вам придется 50 километров постоять по пробкам считайте сами сколько времени это займет с другой стороны этот садик может находиться прямо в населенном пункте который рядом с вашим коттеджным поселком или в коттеджном поселке находится садик смотрите что еще рядом здесь находится какие развлечения какие прогулки и вообще чем вы собираетесь заниматься вы же привыкли чем-то заниматься когда находитесь в городе например так вот теперь вы живете за городом и все это и что-то другое должно находиться здесь одним словом инфраструктура и удаленность от города второе подъездные пути ребята обращайте внимание по какой дороге вы заезжаете ваш коттеджный поселок вот например сейчас я стою на утрамбованной грунтовки отсыпанной щебенкой и выровненной какой-то техникой а бывает и что так не бывает то есть по землице сырой так сказать вы заезжаете свой коттеджный поселок будет круто если эта дорога будет асфальтированная подъездные пути нужно рассматривать не только в сам коттеджный поселок но и к дому ведь к дому вы будете подъезжать на машине на велосипедах когда будете гулять ну и пока дома нет как-то техника должна заезжать на ваш участок это тоже немаловажный вопрос и все это можно обобщить одним пунктом подъездные пути обращайте на это внимание третий пункт рельеф вашего участка всегда когда вы выбираете участок обращайте внимание на перепад высот это и называется рельеф все что касается денег то целесообразнее выбирать плоский участок чтобы не было никаких перепадов просто потому что на плоском участке строить дешевле не нужно строить подпорных стенок не нужно в земле выгрызать грунт ну и так далее и тому подобное с другой стороны с эстетической точки зрения рельефы с перепадом и участки с перепадом всегда смотрятся интереснее но тут уже вам выбирать как говорится на что еще стоит обратить внимание в этой позиции смотрите на уровень дороги и на уровень участка вот например сейчас где я стою дорога отсыпана примерно сантиметров на 40 выше той земли которая за дорогой где предполагается поставить дом что это значит это значит ваш дом окажется в ямке вы бы этого не хотели а значит нужно будет отсыпать этот участок ну или по крайней мере то место где будет строиться дом короче говоря смотрите на уклоны разуклоны и насколько рельефные участки все-таки не могу не сказать о том что мы проектируем на разных рельефах и вот один из проектов которые вы можете посмотреть по этой ссылочке дом на скале это просто обу опупенный проект в котором мы работали над домом который прямо встроен в склу и нависает над землей так тоже бывает пункт номер 4 растительность на участке с одной стороны это прикольно ничего садить уже не нужно березы и сосны так сказать сами выросли не надо деньги тратить не надо ландшафт придумать все так сказать по природному это с одной стороны а с другой стороны это может стать большой проблемой во первых участок нужно зачистить под посадку дома согласны соответственно нужно какие-то деревья убирать чтобы убирать деревья нужно брать разрешение не во всех поселках и не все деревья можно убирать следующий момент нужно смотреть чтобы эти деревья не заслоняли солнце которое могло бы попадать к вам внутрь вашего пространства но с другой стороны может быть так и нужно сделать если вы в южных регионах и это такая своеобразная тень в общем работа с насаждением которое уже выросла на вашем участке его эту работу придется вести поэтому обращайте на это внимание для кого-то это плюс для кого-то это минус про минусы вам много интересного могут рассказать ландшафтники которые потом работают с участком они например расскажут вам что под соснами ничего не растет просто потому что они все выпивают и все убивают ровно как и береза по крайней мере так они утверждают поэтому садить какие-то декоративные культуры может стать для вас проблемой короче говоря посоветуйтесь с ландшафтниками которые разбираются в этом вопросе пятый пункт как светит солнце ребята на это нужно обращать пристальное внимание это называется инсоляция и вот например типовые проекты этого абсолютно не учитывают мы должны знать куда светит солнце с утра в какие помещения днем а в какие вечером это очень и очень важно поверьте так вот индивидуальные проекты это все учитывают и посадка дома на участок должна быть грамотной она должна учитывать это самое солнце тут следует сделать оговорку дело в том что важно то в какой части света мы проектируем дом мы проектировали на юге мы проектировали на север и всегда и везде требования разные на юге мы должны больше защищаться от солнца то есть делать какие-то навесы чтобы тень была в помещении они сразу солнце лупила на просвет а на севере наоборот окна открывать солнцу потому что солнечных дней мало и поэтому инсоляция должна быть максимально максимально обеспечена в течение дня шестой пункт это окружение вокруг вашего участка я имею ввиду дома и постройки которые будут вокруг вашего участка обращайте внимание на каком расстоянии от забора они находятся какой высоты какие окна выходят ну той чтобы не получилось ситуации привет сосед за руку поздоровались и увидели что там происходит через окно все таки мы ведь хотим некоторую приватность обеспечить во первых во вторых мы не хотим чтобы тень падала в определенные места на наш дом окна и так далее опять таки же здесь можно поговорить о том какие виды из окон и все вот это окружение которое вокруг вашего участка влияет на то каким будет дом как он будет посажен на участок и вообще стоит ли брать этот участок или нет может быть он весь по периметру застроен многоэтажками и вообще вопрос а надо ли здесь строить свой частный дом короче смотрите чтобы рядом с вами была красота но вот например как этот дом который проектировали мы скоро он достроится и если вы купите участок рядом с ним то вам дико повезет потому что он будет неприлично красивый седьмое сети и коммуникации смотрите на то к чему подключается ваш дом и вообще что к нему подходит электричество газ водоснабжение канализация что из этого перечисленного присутствует у вас на участке вот например здесь мы сидим на вот этом вот замечательном месте а здесь ничего нет ни газа ни электричество когда-то там что-то обещают но пока этого нет это очень важно потому что некоторые покупают участок и годами годами не могут получить газ если ничего этого нет то узнавайте когда это появится не на словах а на бумаге на деле это важно а то дом построите а топить его будет нечем но электричество так вам проведут но представляете сколько будет стоит топить дом электричеством не дешево я вам скажу восьмой пункт ограничения на строительство это может быть лэб это может быть водоохранная зона это может быть земля какого-то заповедника ну и так далее и тому подобное обидно будет когда дом построен а к вам приходят люди и говорят ребятушки неправильно вы построили дом придется снести в общем ограничения на эту тему мы снимали целый большой обзор с юристом целый ролик целое большое интервью поэтому кому интересно вот посылочки милости просим пожалуйста смотрите и так сказать грамотно образовывайтесь девятый пункт ликвидность участка ну сами понимаете что сегодня вам хочется это купить а завтра этот участок никому не нужен а вы уже дом вроде как построили такой конечно пункт для некоторых может оказаться весьма сомнительным но тем не менее задуматься о нем стоит сколько стоит земля и сколько она возможно будет стоить в будущем обращайте на это внимание здесь стоит еще сказать вот о чем про ликвидность участка когда вы строите дом дворец например на земле которая ну скажем так сомнительного сомнительной стоимости то подумайте в будущем если вдруг вы захотите это продавать то кто будет ваш покупатель захочет ли он покупать дворец фавеллах десятый пункт это геология это очень важный пункт на который мало кто обращает внимание а точнее его просто-напросто игнорирует что это такое это когда нам нужно узнать что под землей какого качества грунт там скала там глина там песок и там подводные воды это нужно для того чтобы правильно спроектировать фундамент и дом потом не потрескался не перекосился и не разрушился это очень и очень важно и вы знаете здесь совершенно не проканывают все вот эти вот исследования соседей вот я выкопал яму это сплошная глина поэтому мы все знаем нам ничего не нужно сделаем фундамент вот такой-то ребята во первых глина бывает разная во вторых мы например мы живем на урале и здесь в общем то скальная порода кругом и везде здесь может быть глина а буквально через метр может быть скала а еще через пять метров это может быть песок который уходит метров на восемь поэтому обязательно и обязательно этот пункт очень важен он прям важен для вас чтобы ваш дом стоял прочно надежно и не развалился одиннадцатый пункт посадка дома на участке сейчас объясню что имею ввиду допустим вы хотите большой дом метров 500 с бассейном но и так далее а участок который вы собрались покупать он всего-навсего 6 соток сами подумайте как этот дом туда войдет для того чтобы не купить участок который вам не подходит необходимо до покупки прийти и проконсультироваться у архитектора а вообще вот тот дом который я хочу он влезет на этот участок плюс теми постройками на участке которые я хочу плюс с теми ландшафтами огородиками теплицами ну и так далее и тому подобное очень важный пункт поэтому не спешите покупать землю обязательно консультируйтесь с архитектором 12 пункт перспектива расширения города сегодня здесь сосенки растут а завтра пройдет автомагистрали и построятся высотки эти случаи не редкие по крайней мере у нас в екатеринбурге да и в других городах я уверен тоже поэтому если вы покупаете участок близко к городу я вас прекрасно понимаю ближе возить детей в садик и в школу но подумайте о том куда будет расширяться город точнее здесь думать то нечего надо просто брать градостроительные документы и смотреть какая перспектива расширение роста города какие планируются дороги какие населенные пункты и так далее и тому подобное чтобы ваш дом через 10-15 лет не оказался в центре какого-то района например академического или широкая речка тринадцатый пункт это про то какого размера вы имеете право построить дом на своем участке если вы думаете что вы можете построить дом какой захотите какого угодно размера то вы глубоко ошибаетесь то бумага которая регламентирует размер вашего дома на вашем участке называется гпзу она берется в администрации района поэтому озаботьтесь пожалуйста этим вопросом очень много домов строится не по закону и в какой-то прекрасный момент могут прийти люди и сказать вы знаете у вас нарушен коэффициент плотности застройки поэтому пожалуйста сносите ваше строение вот такие казусы тоже бывают чтобы вам не вляпаться пожалуйста берите этот документ в нем сказано какой максимально площади конкретно на вашем участке вы можете построить дом если вам этого не хватает то покупайте соседний участок 14 пункт подряд от собственника что имеется ввиду в некоторых коттеджных поселках те кто вам продают землю они же навязывают вам своих строителей точнее даже просто не пускают ваших например если вы хотите кого-то завести и для кого-то это может стать проблемой потому что ну не все любят строятся чьими-то чужими силами непонятно какими у которых зачастую не всегда но зачастую завышена цена это первое второе нужно смотреть на стилистику в какой стилистике строятся данные населенный пункты вполне вероятно что то стилистика в котором строится вам не понравится а какую-то другую привнести вы не сможете потому что правилами это не предусмотрено то есть тоже надо смотреть в какой стилистике строится этот поселок но кстати говоря бывают и такие поселки где всем на все плевать и каждый строит то что хочет вот например наш поселок если посмотреть палник там кто во что гораст как говорится тут еще стоит обратить внимание не только на стилистику домов но а вообще как все это выглядит за какими заборами это находится то есть в каких-то поселках заборы правилами просто запрещены я лично считаю что это здорово потому что весь ландшафт виден все открыто ну только деревца и кусты закрывают обзор каких-то внутренних пространств но зато мы избавляемся от заборов мы и так с вами живем в стране за заборе знаете все за заборами страна за забором город за забором каждый жилой комплекс за забором зачем еще в коттеджном поселке в лесу эти заборы все это есть документации и в правилах у продавца у застройщика тот кто обладает в данный момент землей и вам ее продает короче говоря смотрите нужны вам заборы не нужны заборы на это тоже смотрите какая стилистика вам нравится не нравится кто строит местные или вы сами можете своих привести то есть это тоже важный пункт ну и последний 15 пункт когда здесь будет город сад что имеется ввиду есть коттеджные поселки абсолютно в разном состоянии готовности вот например этот в самом начале грубо говоря здесь чистое поле и отсыпанные дороги а есть коттеджные поселки в которых вся инфраструктура уже готова асфальтированные дороги освещение красиво подстриженные лужайки ну и так далее поэтому это очень важный пункт когда вы собираетесь покупать и строить дом если инфраструктура готовая то грубо говоря вам можно заезжать и жить уже прямо сейчас ваши дети будут кататься на велосипедах и самокатах вы будете прогуливаться вечером по освещенным дорожкам а вот здесь например вы этого делать не сможете и придется ждать лет 5-7 ну или сколько я не знаю пока во первых все застроятся во вторых здесь появятся дороги освещения не факт что они вообще появятся может быть и не появятся и такие истории тоже бывают и кстати вот именно поэтому я и буду делать обзоры на различные коттеджные поселки на просто земли на которых собирается построить дома я это все буду снимать для вас чтобы вы смотрели и могли выбирать дорогие мои зрители напишите пожалуйста в комментариях какие у вас остались вопросы может быть что-то я не осветил а это вас сильно волнует поэтому обязательно в комментариях об этом пишите если есть вопросы то вы их задавайте ну а если это видео было для вас полезно то обязательно ставьте лайк очень важно пересылайте своим знакомым потому что вполне вероятно они ищут землю но еще не видели этого видео и вы им поможете подписывайтесь на канал жмите на колокольчик и до новых обзоров